Итак, друзья, история вновь получила свое продолжение. Звездная серия, начавшаяся с восхождения на сигарный олимпитол и пикареала история и прочно закрепившаяся там сигарами Encore Majestic и Pledge Приквел, пополнилась новой главой, которая посвящена сигарам от Эрнеста Перис Корея и Пикарея Allegiance. Как вы, наверное, уже догадались, вы находитесь на канале Smokers Magazine, все важные ссылки традиционно будут в описании. Давайте зажжем! Верность. Так переводится название сигары Пикарея Allegiance. И если предыдущими релизами Эрнеста отдавал дань уважения членам своей семьи, то Allegiance – это жест признания неоценимого вклада в развитие табаководства и сигарной индустрии в целом всех тех, кто трудится на этом поле вместе с семьей Перис Корея. Это жест выражения благодарности за сохранение традиций, за верности и, безусловно, за крепкую дружбу. Сигары Пикарея Allegiance посвящены тем, кто хотел заниматься семейным делом, но был вынужден начинать все заново, порой по многу раз, за пределами родной когда-то Кубы. Этот и последующие релизы серии будут выпускаться на сигарных фабриках, с основателями которых Эрнеста связывают долгие дружеские отношения. Первое выражение благодарности за верность в виде сигары Пикарея Allegiance Эрнест адресовал семье Олива. Именно на их фабрике не крутятся эти сигары. Сигары Allegiance – это ода очень глубоким и крепким корням, которыми мы вросли в сигарную отрасль и благодаря которым держимся и имеем возможность расти и развиваться. Рассказал об этих сигарах Эрнеста. Семья Олива на протяжении многих десятилетий выращивает неизменно превосходный табак. Нас связывают дружеские отношения со всей их командой. Так что было просто решить, где и с кем мы начнем создавать новую серию и писать новую историю. Сигары Пикарея Allegiance создаются из специально топранного для них табака, выращенного в Никарагуа на фермах семьи Олива. А крутятся на семейной фабрике табакалера Олива до Никарагуа. Они полностью состоят из никарагуанского табака, за исключением покровного листа, в качестве которого был выбран табак Суматра, выращенный в Эквадоре. Allegiance Sidekick – это классический формат робуста с размерами 5х50, схожий со скороносными Incore Majestic и Pledge Prequel. И тоже бокс-прессит. Покровный лист гладкий, шелковистый, приятный на ощупь с маслянистым блеском. Местами проступают тонкие вены, аромат сладкий, кедр, чайные ноты, легкий цветочный тон. В холодной тяге те же чайные ноты, древесина, ненемного меда. Тяга хорошая. Субтитры подогнал «Симон»! Начало не крепкое и очень ароматное. Во вкусе сладкие пряности, древесные тона, в аромате сладкая выпечка, орех, легкий тон шоколада. К середине шоколад появляется во вкусе, также становится заметен фоновый привкус темной карамели. И хорошо чувствуется оригинальная нота черного, чуть подслащенного чая с оттенком фруктов, не цветочного нектара. Первая треть показалась несколько невнятной, но развитие вкуса во второй, повышение крепости, тут прям становится интересно. В заключительной трети вкус окрашивается в тона темного шоколада. Появляются кофейные ноты, грубая кожа. Уровень сладости плавно снижается. На свет выходят оттенки вкуса жареных орехов с тонкой остротой черного перца. И чем дальше, тем более темным и пряным становится вкус. Выше становится крепость, уже в самом конце возвращается чайная сладость. Финал хороший, крепкий, может самую малость рисковатый. Аромат у сигары на протяжении всего курения просто восхитительный. В лучших традициях олива. Сладость выпечки с шоколадом, орех, уютные древесные тона. Тут все замечательно. Интересно, ароматная сигара с оригинальным развитием. Крепкая, но без перебора. Попробовать точно стоит. Очень неплохо. С выдержкой сгладятся некоторые острые углы. И тогда будет просто отлично. Отложил себе несколько штук. А на этом у меня все. Если видео вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх. И делитесь этим роликом с друзьями в соцсетях. Обязательно подпишитесь на обновление канала, чтобы не пропустить ничего интересного. Спасибо за просмотр и до встречи на канале Smokers Magazine. Субтитры сделал DimaTorzok